Добрый день! Я рад вас приветствовать в библиотеке киноискусства. Для тех, кто у нас первый раз, у нас есть сайт в интернете, вы можете подписаться на нашу рассылку и знать о наших новых мероприятиях, а также записаться в библиотеку. Сегодня мы продолжаем праздновать Дни молодежи, и мы показываем два очень хороших, очень разных фильма, снятых молодыми режиссерами. Один из которых сегодня у нас присутствует, это Мария Гуськова. Это Денис Гуськов, оператор картины. Вот, Денис Гуськов, оператор картины. Денис Гуськов. Мы, я не буду вам долго рассказывать о нем эти фильмы, мы сейчас посмотрим фильм Марии, после чего у вас будет возможность задать ей вопросы и обсудить то, что вы увидите. Что касается второй картины, В общем-то, оба фильма, они довольно различные, но при этом очень похожи. Оба фильма сняли молодые режиссеры, только-только закончившие киносколы. Оба фильма довольно короткие. Первый фильм, фильм Марии, возвращение Эркина, длится, если мне не изменяет память, всего 30 минут. Второй фильм идет 40. Но при этом, это не сказывается на качестве картины, и в обеих чувствуется какой-то очень важный сейчас поиск новых возможностей киноязыка. В частности, обе картины, так или иначе, во многом построены на пластике главных героев. Я думаю, вы обратите внимание на поименационные события в фильме Марии, которые связаны с движением, а не словом, что принципиально для кино. И во втором фильме, это «Черк шагов» Максима Шевкина, почти вся картина построена на передвижении главной героини, а не на каком-то фронтовойном анекдоте. Оба фильма экспериментальны, но, тем не менее, они уже удостоились к призу. Фильм Марии занял третье место в ганском студенческом конкурсе «Синифо да сьем». Фильм Максима Шевкина, который мы посмотрим в Торейн, также участвовал в этом конкурсе, ничего не занял, но в прошлом году он был признан лучшим второметражкой на ММКФ «Три часу». Надеюсь, просмотр доставит вам удовольствие. И Мария, ты хочешь что-то сказать перед просмотром? Здравствуйте, очень рада всех видеть. Большое спасибо, что пришли. Я не знаю, здесь ли наш звукорежиссер. Слава, это здесь? Нет, наверное, не здесь. Он не может прийти к нам никак на показ. Пожелаю вам приятного просмотра. Буду рада ответить на ваши вопросы после показа. Спасибо. Я тоже хочу. Спасибо. Пожелаю вам, который занял третье место в Каннском студенческом конкурсе в этом году. И сейчас у вас будет возможность поговорить с, если всего, Марией Кузьковой и задать ей вопросы, обсудить, выразить благодарность. Мария? Ну, да, давайте на нас вопрос. Скажите, пожалуйста, что же в этом человеке такого индивидуального, что вы ему так сняли фильм, вот так вот посвятили ему? Что вы ему, расскажите про это? Человек убил жизнь у другого человека, семью, обидел все это, и вы вдруг вы посвящаете ему вот такой фильм. Ну, потому что меня заинтересовала его драматическая ситуация, и я испытывала сочувствие к этому человеку. Чуть поздравили, полный зал, почти никто не ушел, совсем никто не ушел. А вопрос, а по поводу актерского состава, кто эти любит, кто играл? Они у них есть как-то образование, или что? Да, все исполнители и непрофессиональные актеры, единственный человек, у которого был опыт актерской работы, это Тамада на свадьбе. А вот все остальные никогда раньше ни в чем подобном не участвовали. Им было очень интересно, очень понравилось, но главный актер сказал, что не думал, что это будет так тяжело. Ну, нет, мы, наверное, репетировали многое, но, наверное, самое большое количество репетиций было связано с дракой. Вот, а остальное снимали там, просто проходили по точкам, снимали весь материал, который есть, потому что материал живой, каждый дубль был разным, и поскольку это не пленка, а цифра, мы решили, что от того, что у нас будет 30 или 40 дублей, ничего плохого не будет, у нас просто будет какой-то выбор на монтаже. А драку мы переснимали, она у нас в первую экспедицию не получилась, из-за нее мы снова поехали на следующий год в экспедицию. Уже привезли постановщика драки, постановщик драки репетировал дня 4-15, наверное, на эту драку, потом мы ее репетировали с камерой, а потом только на следующую ночь уже снимали. Да, только было 3 месяца материала, и 2 солнечных свидетельств. В общей сложности сценарий писался год, и 2 года были съемки, и после подоши. По большому счету, да, но помимо драки мы еще пересняли сцену покупки сигарет на рынке, потому что рынок снять оказался адски сложным, из-за того, что там живая документальная среда, и она абсолютно неконтролируемая. Мы все смотрели в камеру, говорили про кино, и когда совпадало то, что нам было нужно по действию в первом плане и в дальнем плане, обязательно появлялся один человек, который делал так. Ну, вся группа начинает материться. И первый раз мы сняли почти 40 дублей, и среди этих дублей не было идеального дубля, и мы решили попробовать это сделать еще раз. И где-то там в 38-го дубля, когда уже след был неприемлем для оператора, нам удалось все-таки снять то, что нам подошло не режиссерский, а оператор пожертвовал нам своими операторскими какими-то вещами. по свету. А где нашли главного героя? Ну, там, в этой деревне, в этом поселке, куда я изначально ехала, где я изначально собиралась снимать, он по своей профессии кровельщик. Вот. Когда я искала героя, я спрашивала у Лизы, я видела Лизу здесь, потому что она тоже сняла прекрасно, Фильчайка в Тургизии актеров. Я спрашивала у людей, нет ли у них знакомых, похожего на моего прототипа, и показывала фотографию прототипа. Ходила в Большую Ничей, где у них каждую пятницу большой праздничный намаз, в Тургизии стекаются вообще все мужчины из района. Я там познакомилась с одним человеком, который в дальнейшем познакомил меня с исполнителем главной роли. Я хотела сейчас сказать, пока несет микрофон, что здесь присутствует человек, который делает цветокоррекцию, Паша Суркова. Паша, стань, пожалуйста. Спасибо большое. А где еще вы показывали этот фильм? Или еще нигде не показывали? Этот фильм мы показывали в Канах, там была премьера. Далее мы показывали его в Сочи в конкурсе короткого метра. После Сочи нас включили в пестиво, программу, которая называется «Хокинотавры». Там показывали, был в кинотеатре «Фитиль». И вот это, получается, четвертый показ. И до Кан я, конечно, показывала на высших курсах сценаристов и режиссеров, где защищала диплом этим фильмом. А там, где снимали? Вот люди, которые там, где вы снимали, показывали? Нет, мы еще до них не доехали. Полусырой материал, недомонтированный, я им сознательно не показывала, потому что я не хотела, чтобы главный герой видел весь фильм. До того, как мы доснимем те сцены, которые мы приехали переснимать. Мы вас тоже поздравляем, потому что фильм замечательный и очень хороший сценарий. Я увидела, что вы его сами писали. Очень правильно, что много недосказанностей. Люди сами думают, очень приятно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Еще вопросы? Скажите, а такой вопрос. Значит, а сколько вам в итоге денег ушло на все? Вопрос в правильном случае. Ну, в общей сложности за три года от начала до конца порядка 800 тысяч было потрачено. Чего? Это рублей. Слава Богу, рублей. Кстати, а съемки проходили в одном месте? Или вы разные места? В одном месте идти. Вот, ну, понятно, что все реально. Как вообще люди живут в этом месте, где вы снимали? Просто вот что там? Мы какие-то куски видим. Ну, просто вы наблюдали. Расскажите немножко о самом месте, о людях. Не о съемках, а о жизни самой в этом местечке. Глобально было 2 регионных съемок. Один – это пригород Бешкека. Там мы снимали все, что связано с тюрьмой. То есть выход героя из тюрьмы, остановка и то, что вот он едет внутри маршрутки. Всю остальную часть мы снимали на юге Теркизии, в той части, где как раз живут узбеки. И все локации были там. По поводу того, как люди там живут, ну, примерно так, как на экране, потому что я, по большому счету, ничего не придумывала там, из того, что касается их быта. Мне нравилось настолько, что я, когда собирала материал, записывала, что я обязательно должна использовать. То есть это из поселения такое, да? Да, это село, называется Масы, рядом с городом Ош. А если брать что-то чуть ближе, то это город Жалалабад. И они хлопководством занимаются? Или там что-то еще у них есть? Ну, что-то еще они выращивают хлопок, они выращивают рис, кукурузу. Ну, то есть тем или дели как-то занимаются. У них есть скот. Ну, что еще? Достаточно. Достаточно. Ну, работают очень много у них. Ну, и все, конечно, строят дома, потому что те деньги, которые они раньше зарабатывали здесь, ну, до кризиса позволяли им, ну, вот как-то там они совсем другие люди, не такие, как здесь. Ну, вот, и у них у всех большие дома, хоромы, каждый день свадьбы, и все на этих свадьбах гуляют. И, ну, я не понимаю, как они выдерживают. Ну, то есть, как только у них начинается этот сезон свадеб, они каждый день вот на какую-то свадьбу идут. И при том, там есть мужская часть свадьбы, женская часть свадьбы с утра, вечером. Есть свадьбы, которые, ну, вот, как свадьба, когда мужчина и женщина женятся. Есть свадьба, как празднование обряда инициации мальчиков, что они стали мужчинами. Ну, то есть, вот, лет – это такая вот у них прямо пора свадеб и осень. А что касается свадьбы, танцующим деньги дают, да? Это что-то традиция же, как говорится? Да, да, это традиция. Тем людям, которые танцуют, дают деньги. Это или подарки, это могут быть платки, ткани, какую-то рубашку Денису давали, когда мы там танцевали, в шапки надевали, вот, в них деньги пихали, вокруг люди, дети, и, значит, ловят те деньги, которые во время танца у тебя выпадают из рук. Вот. Ну, да, и деньги – это как знак уважения к тому, кто танцует. Вот. Ну, в принципе, он потом эти деньги раздаёт следующим людям, которые танцуют за ним, и такой круговорот денег у них получается. Ага, вообще. А свадьба настоящая была? На экране? Постановочная. Настоящую мы бы снять не смогли, потому что даже то, что мы снимали на экране, это была одна из самых сложных смен у нас, одна из самых сложных сцен. Поскольку мы были ограничены в бюджете, у нас не было доли, у нас не было тележки, ну, то есть того профессионального оборудования, которое необходимо для съёмок. Съёмочная группа состояла у нас из трёх человек плюс главный актёр. Три человека – это вот режиссёр, оператор и звукорежиссёр. Вот. То есть мы все сами ставили свет, вот, и делали те вещи, которые обычно делает там группа из 20-30 человек. И на свадьбе просто была проблема с массовкой, потому что мы её снимали уже в ноябре, и было холодно, и надо было отслеживать, чтобы никто не успел надеть куртку или шар надевать на себя, никто не успел пересесть. Люди всё время рассасывались, пересаживались с одних мест на другие, но для кадра это неприемлемо, потому что потом на монтаже это видно, говорили про кино. Ну, в общем, да, много было сложностей с этим связанных. У звукорежиссёра у нашего была температура. Вот. Значит, главного исполнителя кто-то там приносил ему немножко выпить, чтобы он согрелся, не простыл и не замёрзся в какой-то момент. Несмотря на температуру главного, ну, нашего звукорежиссёра, у нас практически 100% чистый звук. Это вот единственная сцена, где нам пришлось, на самом деле, что-то переозвучить. Это вот как раз сцена свадьбы, где он произносит свой тост. За что большой респект Славе, и жалко, что он сегодня к нам не смог присоединиться. Ну да. Сложности были простые. Мы снимали на своих средствах, соответственно, можно сказать, что их не было. На камеру мы снимали на RedEpic. Слава Богу, это моя камера была. Я её в своё время купилок, и вот она у нас была недоступна. То есть... Это по-моему, не обративаясь свет. Свет, вот опять же, к вопросу о деньгах. Потому что не было брать в аренду, профессионально сферу. Я... То есть мы с Машей изначально договорились об эстетике фильма, что будет свет как бы такой ненасыщенный. Свет очень хороший. Видно, что тут какие-то сцены снимались... Отчасти вот ваше большое спасибо за помощь. Да, вы же когда потом представили, я понял, что уже такие ненасыщенные полноценные было. Кажется, что прям, естественно, освещение очень хорошее. Очень много, да. В основном, как бы, снимали всё... Ну, у меня было два отражателя для дневных сцен. Купленных на строительном рынке в Бишкеке. Один был куплен, да. Второй мы привезли с собой. Нет, почему-то. Один мы с собой привезли, а второй мы купили. А кто держал? Ну, опять же, помогает... Нам помогало очень много людей, на самом деле, оборудованием и так далее. Огромное спасибо всем. На самом деле, без этого было вообще невозможно даже с 800 тысячами рублей снять это кино иначе. Нам дали систенды. Нам человек, знакомый наш гаффер, дал там что-то 6 систендов, другой крипт, там еще что-то. То есть, с помощью этого мы бы даже рельсы собрали частично. Из простых стальных уголков, которые мы тоже на рынке нашли, собрали... Ну, это вот в Фейсбуке, можно посмотреть фотографии, там все это есть. Как-то выглядело. В общем, так смешно. Такой хоум-мейд. Хэмдмейд, хоум-мейд, да. Вот, значит, из-за того, что как бы были ограничены средства, я, значит, принял решение, что мы будем... Надо искать другие варианты, не брать цвет варианта, потому что мы посчитали, сколько это будет везти отсюда, это просто астрономия. Сколько это стоит? Поспрашивали, сколько, если в Бишкеке брать вариант, опять же, везти на другой конец страны, сколько это будет стоить? Это та же астрономия. То есть, это такие цены, что весь, наверное, наш бюджет бы ушел только на это. А у нас, как бы, три экспедиции. Вот я к этому подхожу как раз. Конечно, да. Это ночная сцена, ну, мы снимали ее ночью, это не днем снималось, а сиделось потом. Я говорю, я к этому подхожу, да. То есть, я принял решение, что мы купим какие-то приборы свои, да, и не будем брать ничего в аренду. Вот, значит, ну, я в интернете полазил, поискал, что вообще есть доступного. Вот нашел я китайский прожектор, которым обычно освещают билборды на улице, вот и фасады домов, да. 100 ватт, светодиодный. У него, конечно, цветовая температура, ну, так себе, он холодный, но он, конечно, зеренит, там все на свете происходит. Но так как мы с Машей приняли решение, ну, как договорились об эстетике цветовой, цветовом решении фильма заранее, я понимал, что критично, а что некритично. Ну, и этого, в принципе, было достаточно этих приборов. Вот, я купил четыре прибора, и, в принципе, вся ночная сцена, которая там есть, это снималось в полнейшей темноте, больше не было никакого света, на открытой геофрагме. Четыре прибора. Ну, к сожалению, у краткометражного кино прокатная судьба практически невозможна, то есть это очень небольшой процент. Как правило, это альманахи, которые делают какие-то дистрибьюторские компании. Сейчас несколько людей предложило нам такой вариант, но мы думаем, что это хороший вариант, потому что фильм увидят где-то еще. Ну, а в целом, у краткометражного кино фестивальная судьба, и, как правило, она является визиткой режиссера, с которым он может идти дальше к продюсеру и говорить. Вот мой новый сценарий. Вот, а вот моя предыдущая работа. Если я вам интересен, мы можем с вами сотрудничать. А как ты могу сейчас все-таки перешерпить? Никак. Планы, планы, планы. А, есть, опять-таки. Планы, инвестиции. Планы? Инвестиции в ужасе. Ну, сейчас я начала работать над следующим сценарием. Хочу, чтобы это был полнометражный фильм, но он пока работает в такой зачаточной стадии. Вот. Работу над этим фильмом мы закончили постпродакшн, когда, ну, в январе, наверное, да? В январе. Вот. А дальше очень плотно занимались отправкой фильма на фестиваль. Оказывается, это занимает очень много времени. А когда фильм берут на фестиваль, требуется еще больше времени для того, чтобы отправиться документом, сделать DCP, сделать пресс-релизы, ответить на большое количество вопросов, ну, и так далее. И, по большому счету, вот пока не закончился кинотавр, у нас был очень плотный график, вот сейчас мы так немножко выдохнули. Ну, если вопросов больше нет, давайте поаплодировать нашим... Спасибо и удачи. Спасибо. Спасибо. Я кратко представлю следующий фильм, который мы сейчас посмотрим. Ребята, мы будем поездить, кто-то хочет пообщаться, мы не уходим. Да. Я кратко представлю следующий фильм, и сразу скажу, мы в несколько сложном положении... А, да, я предупреждаю, фильм «18+,» если тот тонк есть несроченнолетний. Поскольку... Да, не сразу встал плави назад. Поскольку создатель фильма, режиссер Максим Шаркин, сегодня не смог с нами приветствовать. Эта картина, безусловно, очень интересная, она заслуживает вашего внимания. Как я уже сказал, в прошлом году она взяла приз на ММК как лучший короткометражный фильм. Но при этом, на мой взгляд, при всех достоинствах этой ленты, она чуть менее совершена, чем возвращение их кино. Максим пытается найти новое языки кино. Отчасти у него это получается. Но иногда это несколько сказывается на сюжете. Поэтому я позволю вам, не то чтобы произнести неакрилебрально, но я бы на вашем месте трактовал эту историю. Поэтому вы сейчас посмотрите, как историю движения главной героини. Поскольку ее передвижением по Москве уделяется большое внимание. Обратите внимание, вначале главная героиня движется очень себеустремленно. Чуть позже, после того, как происходят некие события, ее движение приобретает более нервный характер. И в конце, что очень важно для восприятия фильма, камера вдруг становится статичной и она начинает двигаться очень плавко. Пожалуй, все, что следует знать о фильме «Четырых шагов». Я надеюсь, что вы получите удовольствие и просите, что мы не сможем ответить на ваши вопросы позже. До свидания. Приятного аппетита.